Привет, друзья! Меня зовут Константин, и я инвестирую на фондовом рынке. Брокер у меня основной – это Тинькофф Инвестиции. Индекс в последнее время немножко корректируется, IMOX, на акции российских компаний. Это, конечно же, связано с ключевой ставкой. Сейчас она находится на уровне 12% с 15 августа 2023 года. И следующее заседание ЦБ будет 15 сентября, буквально на этой неделе, где могут эту ставку повысить, тем самым облигации тоже падают в цене, именно номинал, и доходности по ним подрастают. Смотрим, что индекс корректируется, в основном падают все акции плюс-минус, но тоже есть некоторые стимулы для дальнейшего роста. Чуть позже про них поговорим. В принципе, видим, что сектор сельскохозяйственный плюс-минус хорошо себя чувствует. Это Русагра и Нарктика, Черкизова неплохо, тоже в последнее время вот тут подрастала. Также вот можно сказать и Нарктика, и Русагра, да? Другие сектора тоже плюс-минус неплохо себя чувствуют. Ритейл пока плоховато, отчитывается. Выручка там небольшая. Магнит, Five и Fixed Price. И Fixed Price, кстати, убирают из индекса Московской биржи 22 сентября. А включают в индекс Мосбиржи акции Позитив, Юнипро, Селикдар и даже Киеви. А убирают Fixed Price. Таким образом, в индексе Московской биржи уже будет 45 компаний, а не 42, как ранее. И тоже вот присматриваются. В лист ожидания добавили Совкомфлот, Мосэнерго, Самолет, обыкновенные привилегированные акции Мечила. И тоже на исключение в лист ожидания добавили акции Магнита. Ну и так далее. Здесь индекс Голубых фишек добавляет Северсталь, убирает Алроса. Индекс средней малой капитализации добавляет депозитарные расписки Headhunter. И вот индекс акций широкого рынка здесь, соответственно, добавляет акции Челябинского металлургического комбината, а убирают акции Ашинского металлургического завода. И также устанавливают Free Float. Это акции в свободном обращении. Можете нажать на паузу и посмотреть по ряду компаний. Акции немного, конечно, корректируются на фоне того, что ЦБ может поднять ключевую ставку, но одним из драйверов роста могут быть осенние дивиденды. Летний сезон уже прошел, и сейчас наступает такой осенний период, где многие компании будут объявлять дивиденды, и на этих деньгах, в принципе, рынок может подрасти. Приятным сюрпризом было бы, если металлурги начали платить, точнее, возобновили бы дивидендные выплаты, но они все же боятся новых налогов от государства, если слишком большие дивиденды объявят. Это ММК, НЛМК, Северсталь. Так что, в принципе, потенциал роста есть, но некая передышка, она уже давно назревала и нужна была. Потому что индекс рос 8 месяцев подряд. Это некий рекорд уже установил индекс. Перехожу на сайт с дивидендами. Это один из сайтов-агрегаторов. В принципе, Татнефть, как впереди планеты всей, по отчетности и по дивидендам, мы видим, что последний день для покупок 10 октября. Их, конечно, еще должны, по идее, утвердить. Это пока рекомендовали. 27 рублей 54 копейки. Другие компании тоже должны объявить из нефтяного сектора. Лукойл, Руснефть, Газпромнефть и так далее. Так что, это будет неплохой драйвер. А если еще металлурги объявят, возобновят выплату, это будет просто неплохой рост на фондовом рынке. Поэтому дивидендный сезон начинается. Покупаешь более-менее перспективные компании или фонд целиком и получаешь тоже дивиденды. Можно, конечно, и рассмотреть облигации. Посмотрим, насколько повысит ключевую ставку центральный банк. И облигации – это некий такой прогнозированный доход. Поэтому многие перекладываются в облигации, потому что доходность по акциям редко дотягивает до двузначной. Хотя из-за девальвации рубля, потому что долл сейчас уже почти соточку опять стоит, 100 рублей, вот 97, сегодня немножко откатывается. Поэтому экспортеры неплохо получают. И у некоторых компаний есть, конечно же, двузначные дивиденды. Они не так падают сильно в цене, как другие компании, которые работают на внутренний рынок. Поэтому желаю вам удачных инвестиций. И чтобы у вас портфель рост изгленел. И пока, друзья!